В госдоме сегодня прошли слушания по вопросам соблюдения прав человека в США. Российские парламентарии и дипломаты призвали американские власти отменить смертную казнь, закрыть Гуантанамо и перестать говорить о США как о мировом лидере в сфере правозащиты. Прокомментирует результаты слушаний наш сегодняшний гостью полномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Константин Михайлович, здравствуйте. Я знаю, что вы на этих слушаниях выступали с докладом. Но начнем давайте с того, почему вообще МИД и парламент обратили внимание на соблюдение прав человека в США, с чем связано? Добрый день. Действительно, сегодня прошли слушания, организованные комитетом Государственной Думы по международным делам. Слушания о ситуации с правами человека или, скорее, о проблемах соблюдения прав человека в США. Инициатива, на мой взгляд, была очень своевременной. В слушаниях приняли участие большое количество экспертов и государственных деятелей, политиков. Видимо, идея парламентариев была в том, чтобы привлечь внимание к тем серьезным проблемам, в том числе системным проблемам, которые присутствуют в Соединенных Штатах в сфере соблюдения прав человека, в сфере демократии, в сфере верховенства права. Как известно, МИД России уже довольно давно и внимательно следит за этими вопросами. Сегодня, как раз в ходе слушаний, мною был представлен доклад МИД России о проблемах с правами человека в Соединенных Штатах Америки. В этом документе мы на основе информации из проверенных международных и национальных источников, в том числе, кстати, из источников американских, мы показываем, какой масштаб проблем с соблюдением прав человека в США, какие серьезные вызовы стоят перед американским обществом и какова степень их решения на сегодняшний день. — Прежде чем перейдем к подробностям вашего доклада и проблемам в США, хочется задать вопрос, который наверняка возникнет у многих. Насколько регулярны такие слушания и нет ли ощущения, что поводом стал закон о списке Магнитского, возможно, закон о списке Магнитского? — Слушания именно по США прошли в первый раз. Я, как представитель Министерства иностранных дел, уже второй раз принимал участие в подобных слушаниях. Первый раз это было в мае этого года. Были слушания по ситуации с правами человека в странах Европейского Союза. Так что на моей памяти это вторые тематические слушания, но первые по США. — Был ли это ответ на ту самую инициативу американских законодателей? Я думаю, что нет. Я думаю, что ситуация с правами человека в США, как известно, Америка позиционирует себя как некий маяк свободы и форпост обеспечения прав человека в мире. Я думаю, что эта ситуация реально интересует наших законодателей, интересует представителей неправительственных организаций. Их было, кстати, очень немало сегодня на слушаниях. Так что я не думаю, что это какой-то прямой ответ. Хотя, конечно, и это наша позиция, позиция МИДа, позиция Российской Федерации заключается в том, что идеальных стран с точки зрения соблюдения прав человека не существует в мире у всех свои проблемы. И каждое государство вправе обращать внимание на то, как обстоит дело в этой сфере в других странах. Как известно, общепризнано на международном уровне, что такой интерес не является вмешательством внутренних дел, а другое дело, какие методы используются для привлечения внимания к проблемам и для формулирования соответствующих рекомендаций. Вот это принципиальный вопрос. Давайте теперь перейдем подробнее к вашему докладу. Какие проблемы, ну и наиболее остро сейчас стоят в Америке в ситуации с правами человека, на ваш взгляд? Вы знаете, проблем действительно много. И когда начинаешь профессионально заниматься этими вопросами, делаешь для себя довольно много открытий. Потому что, казалось бы, действительно, Соединенные Штаты уже не одно столетие идут по пути развития демократии. И действительно, на этом пути есть неоспоримые достижения, которые никто не отрицает. Но одновременно есть и очень-очень серьезные масштабные проблемы. Ну, я назову только несколько. Может быть, наиболее таких звонких, что ли, проблем. Например, это расовая дискриминация. Она не только не исчезла, она присутствует в США. И проявления расовой и этнической дискриминации нарастают. И американские правозащитники уже бьют в набат по этому поводу. Ксенофобия. Америка формировалась как страна, собиравшая людей со всего света. Это действительно так было. Но сегодня отношение к представителям некоторых этнических групп, оно, скажем так, весьма сложное, неоднозначное. И здесь есть определенные поражения в правах, есть, безусловно, дискриминация. Есть серьезные проблемы, связанные с пенитенциарной системой. Американские тюрьмы переполнены. И условия содержания в этих тюрьмах весьма и весьма такие неоднозначные. В некоторых штатах откровенно плохие, в федеральных тюрьмах в том числе. И многие международные правозащитные организации предъявляют вполне обоснованные претензии американским властям. Ситуация лучше не становится. Кстати, США – это страна с самым большим тюремным населением в мире. Есть серьезные проблемы, связанные с избирательной системой. Мы все знаем, как избирают американского президента. Это непрямая система, система косвенная, весьма своеобразная. Многие считают, и вполне обоснованно считают, эту систему достаточно архаичной. Но через несколько дней пройдут президентские выборы. И многие американцы, очень много американцев, придут на избирательные участки, будут голосовать. С помощью электронной системы, электронных специальных машин для аппаратов для голосования. Значительный процент, около половины американцев, которые проголосуют, не будут реально знать, как обработан их голос. Многие американцы вообще отсутствуют в избирательных списках. В принципе, отсутствуют. То есть, таких американцев набираются сотни тысяч людей. По тем или иным причинам. В каждом штате свои правила регистрации зачастую бывают. И многие американцы не оказываются ни в одном из списков избирателей. А, соответственно, не будучи в списке, ты не можешь проголосовать. То есть, их мнение просто не учитывается. Но, судя по ситуации, большинство американцев все-таки довольны своей избирательной системой. По крайней мере, мы каких-то недовольств массовых не видим. Вы знаете, трудно говорить о массовом недовольстве избирательной системы. Хотя, давайте подождем дня выборов, 6 ноября. Посмотрим, сколько же американцев придет и проголосует. Довольно значительная часть американского населения, американского электората не голосует, не принимает. Причем устойчиво не принимает участие в выборах. Возможно, для кого-то из них это такой своеобразный способ выражения своей гражданской позиции. Есть другие проявления недовольства в Соединенных Штатах. В первую очередь, связанные с социально-экономическим положением, с финансовым положением. Особенно в условиях кризисных явлений в мировой экономике, в том числе в американской экономике. Такое движение набирает в последнее время размах. Все мы знаем о движении «Захвати Уолл-стрит». Оно никуда не исчезло. Оно продолжает организовывать зачастую, как правило, мирные акции протеста. Так вот эти акции протеста разгоняются полиции весьма и весьма жестко. И порой с непропорциональным применением силы. Это также не только наше мнение, не только наше наблюдение. Это оценка многих и многих правозащитников. Так что еще одна, пожалуйста, вам проблема в право-человеческом поле США. Я знаю, что наверняка поднимался вопрос об усыновлении американскими семьями детей из России. До чего договорили в свете последних трагических и печальных случаев? Один из последних был, когда выяснилось, что американка подарила усыновленного ребенка из России своим друзьям многодетным, потому что просто решила, что она не смогла полюбить этого ребенка. А выяснилось это все спустя год с лишним. Действительно, и, к сожалению, это не единичный случай. США продолжают оставаться страной, осуществляющей максимальное количество международных усыновлений. И более 60 тысяч российских детей усыновлены. И мы, конечно, не можем сказать, что все они или большая часть из этих детей живут в каких-то плохих условиях или лишены заботы приемных родителей, но участились, особенно в последнее время, участились случаи грубейших нарушений прав российских детей, издевательств над российскими детьми. Мы все прекрасно помним и Читу Крэверов, и Брайана Дикстру, и других американцев, многие из которых прямо повинны в увечьях и даже в смерти российских детей. К сожалению, мы неоднократно об этом говорили, и публично, и нашим американским коллегам, американское правосудие проявляет абсолютно непонятную, необъяснимую мягкость, я бы сказал, мягкотелось по отношению к этим преступникам. И большинство из них фактически избегает ответственности. Это очень плохо. Встает вопрос о двойных стандартах опять, поскольку, вы знаете, вот, например, российского гражданина Виктора Бута осудили на 25 лет тюрьмы лишь за якобы имевшееся у него намерение продать оружие колумбийским постанцам. То есть, якобы за намерением. И одновременно на этом фоне люди реально виновные в смерти детей, в данном случае российских детей, они получают, ну, максимум, там, я не знаю, 6 месяцев, прошу прощения, тюрьмы, и некоторых вообще освобождают в зале суда. Конечно, это абсолютно несерьезно, это не делает честь американскому правосудию. Мы очень активно работаем сейчас с американцами. Вы знаете, что с 1 ноября вступает в силу двустороннее соглашение об установлении российско-американское. Это очень серьезный, весомый документ, он содержит важные положения, в том числе мониторинговые положения, которые позволяют, надеемся, нормализовать ситуацию, следить внимательно за тем, как живут российские дети в приемных семьях. Ну, кстати, он, естественно, имеет обоюдную силу, на взаимной основе работает это соглашение, будет работать. Но в любом случае мы рассчитываем, что американская сторона, американское правительство и, в частности, государственный департамент займут более активную позицию, будут делать все необходимое для того, чтобы не допускать насилия, не допускать иных нарушений прав усыновляемых российских детей. Это очень серьезный вопрос. МИД России активно этим занимается. Мы тесно взаимодействуем с Павлом Алексеевичем Астаховым, уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Он сегодня также выступал на слушаниях и привел весьма и весьма красноречивую статистику вот по тому вопросу, который мы сейчас с вами обсуждаем. Но речь о запрете усыновления не идет? Речь идет об упорядочении ситуации в этой сфере. Речь идет о том, что должен осуществляться больший контроль за условиями жизни усыновленных или удочеренных детей. Речь идет о том, что будет больший контроль за деятельностью соответствующих усыновленческих агентств. Безусловно. За усыновленными детьми кто будет вести этот контроль? Агентства, органы социальной опеки? Да. Соответствующие специализированные службы. Службы, в чью компетенцию входят... Существующие службы, я имею в виду в России. Существующие и в России, и в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, органы власти, соответственно, России в данном случае примитны к российским детям. В первую очередь МИД России, Министерство образования и науки Российской Федерации. Конечно, будут самым внимательным образом отслеживать ситуацию в тесном взаимодействии между собой. И действует между Россией и США консульская конвенция. Одно из положений этой конвенции предусматривает необходимость предоставления консульского доступа к гражданам. В данном случае к гражданам России, то есть к российским детям. Мы рассчитываем, что по первому нашему требованию такой доступ будет обеспечиваться. Это тоже форма контроля за условиями жизни российских детей. Как вы знаете, нередки были случаи в прошлом, причем в недалеком прошлом, когда такой доступ не обеспечивался. Наверное, у всех на слуху Ranch for Kids, это так называемый детский дом в штате Монтана, где несколько десятков российских детей живут. И судя по всему, судя по имеющейся информации, их права действительно серьезно нарушаются уже систематически на протяжении долгого времени. И доступа к ним, к сожалению, на данном этапе у российских представителей нет. Вот указанное соглашение призвано эту ситуацию исправить. Вот это вопрос детей к более общим темам. По итогам сегодняшних слушаний, парламентарии, дипломаты, как я уже говорила, призвали американские власти отменить смертную казнь, закрыть Гуантанамо и ряд других пожеланий. Как вы считаете, вот приведу такие цифры, по данным ООН, Россия находится на 175-м месте в мире безопасности жизни, на 173-м месте в мире по степени свободы прессы и на первом месте по объемам торговли людьми. Вот будут ли западные страны, такие как США в частности, прислушиваться к критике с нашей стороны и к нашим пожеланиям? Ну, вы знаете, любая статистика – вещь хитрая и очень такая подвижная. Поэтому те показатели, которые вы упомянули, ситуация наверняка развивается, и те преобразования, которые осуществляются, демократические преобразования в нашей стране, конечно, позволяют нам, используя язык статистики, перемещаться, наверное, в этой иерархии на более завидные места, развивается гражданское общество, российское, бурно развивается. Так что статистика наверняка будет исправляться, исправляться в нашу пользу. Что касается, прислушиваются ли власти Соединенных Штатов, других стран, мы надеемся на это, потому что мы стараемся прислушиваться всегда к конструктивной критике. А та критика, которая сегодня прозвучала, в том числе и по вопросу Гуантанама, в том числе и по вопросу о тех гуманитарных преступлениях, которые совершили американские военные в Ираке и Афганистане, до сих пор никто не понес ответственности. Мы считаем, что это конструктивная критика. Мы рассчитываем, что решать эти проблемы можно и нужно только через равноправный, взаимоуважительный, конструктивный диалог. К такому диалогу мы с Соединенными Штатами и со всеми другими странами готовы. Спасибо вам большое, спасибо, что вы пригласили в нашей студии. Я напомню, мы беседовали с уполномоченным МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства. Право Константином Долговым.